Давайте посмотрим на те свойства дракона, которые мы уже с вами просмотрели. Они оказываются взаимосвязаны или каждый раз он как-то независимый? Взаимосвязаны. Конечно, взаимосвязаны. Причем первичной причиной для развития всех этих свойств что является? Еда. Еда. Это классно. У кого еще какие идеи? Без выполнения какого первоначального условия никаких черт дракона мы не получаем. С чего все начинается? С прыжка. С прыжка. Понятно. Еще какие идеи? С трехголовости. С трехголовости. Откуда берется трехголовость? Мутация. Мутация эмбриональная срачебная. Потому что именно с этим будет связано возникновение газовых полостей в желудке. Именно с этим будет связана первоначальная система боевой отрывки газовой пистоли, а затем огнетыхания. Именно с этим будет связана система при адаптации к полету, упрочнение продольной ося. Вот трехголовость, мы в прошлый раз с вами смотрели, не возникает, да? Система вентиляции легких при воздушных мешках. Все на самом деле сводится к одной первоначальной причине. Нам нет необходимости отдельно возиться с трехголовостью, отдельно с полетом, отдельно с огнетыханием. Они все связаны в один узел. Вот мы попробуем продолжить эту игру, увязывая остальные сложные черты тракона. И для этого давайте сначала обратимся к так называемым экологическим стратегиям. Постарайтесь ответить не лог на какой вопрос. А сколько вообще выгодно рожать потомков любому живому существу? Как можно больше. Как можно больше. Все согласны с этим ответом? Кормить некоторое время. Кормить некоторое время. То есть потомков своих надо кормить. Но не сами, чтобы они кормились. Простите, есть разница, сами кормились или их надо кормить родителям. Вот когда станете родителем, поймете, что гигантская разница в этих двух положениях есть. Одно дело, когда дети сами о себе заботятся. И совершенно другое дело, когда родителям приходится забыться о детях. Вот просто принципиально разные вещи. Да, прошу? Ну, есть два варианта. Если у твоего вида, допустим, выживаемся хорошие, то тебе будет родить, ну, ребенка, наверное, три. И их, чтобы они, вот, их нормально кормить, чтобы, вот, ну, чтобы у них энергии было много, питательных веществ не хватало. А если, допустим, как лучше, мыши, эти, ну, высокий шанс, что тебя съедят, то лучше, как можно больше, чтобы, ну, соответственные шансы на выживание еда было больше. А ребенка третий в том случае, если... Ну, если хорошая выживаемость. Хорошая выживаемость. А среди живых организмов хорошая выживаемость, это какая? 50%. Скажите, 90-процентная детская смертность. Это хорошая выживаемость? Нет. Это отличная выживаемость, которая исключительно редко, вот, настолько качественная выживаемость. Обычно, конечно, не 90%, а хорошо, если 99%. Так? Это хороший случай. 99-процентная смертность среди потомства. Но дело в том, что разные биологические виды, конечно же, совершенно по-разному, формируют особенности поведения, связанные с размножением. Давайте посмотрим, какие две принципиально разные игры возникают. Первый. Самый простой случай, а заодно самый распространенный. Рожаем как можно больше. Так? Ну, я не говорю про миллион спок, которые разбрасывают каждый гриб, или про миллионы пульцевых зерен, которые разбрасывают каждый цветок. Я даже про другое расскажу. Давайте уж о позвоночниках речь пойдем. Так? Такую рыбу треска. Представляете себя? Отлично. Рыба живет один сезон или это долго живущая рыба? Долго живущая. Вообще-то треска живет лет 20, даже больше, и может дорасти до размера килограмм 25-30. То есть вот такая рыбина, гма, обхват толщиной, в современном мире ей просто не дают вырастать до такого размера. Ее вылавливают быстрее. Но все равно даже в современном мире лет до 80-ти треска отживает. Размножаться она начинает на третий год. Так что давайте будем считать, что каждая самка трески в среднем в своей жизни участвует в размножении всего 5 раз. Догадайтесь в двух раз. Сколько икринок за один нерест меньше треска? Многое отсказано. 150. До двух миллионов. Так? Итак, что получаем? За один нерест, ну, будем считать, что 2 миллиона, это же совсем взрослая треска крупная, да? Будем считать, что вот миллион. Хорошо. 5 нерестов за жизнь. Итак, самка отпадывает, 5 миллионов икринок за жизнь. Отлично. Вопрос. Чтобы количество трески в мировом океане не изменилось, то есть, какое количество ее потонков имеет право выжить и дожить до размножения? Сколько? Неверный ответ. Математически неверный. Сколько ее потонков? Итак, условия. Количество трески в мировом океане должно остаться постоянным. А сколько она раз? 5 раз по 2 миллиона. То есть, она, значит, на 2 миллиона, 5 раз, на 2 миллиона, за жизнь 10 миллионов икринок. Она тоже. Вот из этих 10 миллионов, мы сами на потонков. Сколько имеет право выжить и дожить до размножения? 2. Ребята, давайте смотреть, чтобы не изменилось количество тресков. Так? Вот для того, чтобы вообще треска размножилась, достаточно ли одной мамы? Нет. Нет. Значит, сколько особи надо? 2. 2. Папа и мама. Согласны? Итак, в этом поколении 2 особи. Чтобы количество трески не изменилось, в следующем поколении должно заместить какое количество их детей? 2. Это значит, что из 10 миллионов право на выживание и размножение имеет сколько? 2. 2. А если выживет из 10 миллионов, допустим, каждый миллион, нам, людям с вами, такой уровень смертности, даже представить себе страшно. Но для человечества это бы означало просто прекращение существования, если выживает только каждый миллионный ребенок. А здесь что произойдет? А здесь во сколько раз увеличится поколение трески? 5 раз. 5 раз. Нет, не в 10 раз, ребята, в 5 раз. Потому что на смену двум родителям придут 10 детенышек. Увеличение поголовья в 5 раз. Ну и почему приведет увеличение поголовья трески в мировом океане в 5 раз? Укурианция тут больше сетей. Укурианция больше, а дальше? Нет, кстати, а другие. На самом деле произойдет экологическая катастрофа. Потому что резко возросшее количество трески, что сделает со своей пищей? Съезд. Съезд. А дело в том, что параллельно треске, таким же типом пищи питаются и другие. После того, как пищевая база подорвана полностью, что со всей этой компанией питаются? Они просто все дружно умирают, потому что еда кончилась. Океан, конечно, очень большой, но он же не безграничный. А теперь, что произойдет с сообществами, в которые включены были треска и прочие параллельные виды? Они считают, что уже считают. А понятно, что там прерываются пути передачи массы энергии. Значит, понятно, что вот такой пятикратный скачок численности – это катастрофа. А вызывается он простым событием. Выживает один детеныш на мир. Вот такой характер размножения, характер приспособления организации жизнедеятельности будет называться «Р-стратегия». Для «Р-стратегии» характерны следующие особенности. Максимальное количество потомков. То есть очень много детей с одного захода. И здесь у нас пойдет целая серия взаимосвязанных веществ. Скажите, а икринка вообще из каких веществ построена? Откуда взялись вещества и кринка? Так оттуда. Из тела мама. Если мама штампует до своего тела 2 миллиона икринок, то какую долю массы, сколько своих веществ, мама может вложить в каждую кринку? Ну, совсем чуть-чуть. А это значит, может ли «Р-стратег» родить крупного детеныша? Совершенно исключено. Не из чего. Так? Детеныш минимальных размеров. Могут ли у этого детеныша еще в амбриогенезе формироваться хоть какие-нибудь органы, кроме органов первой необходимости? Нет. То есть ждать какую-нибудь специализацию, раннюю специализацию. Приходится или нет? Нет. Какие-нибудь специальные органы, которые позволяли чему-нибудь хорошо приспособиться? Нет. Минимальный набор. На остальное просто нет материала. Значит, итак, отсутствие специализации. Отсутствие специализации. Что будет с уровнем смертности у детенышей? Ну, высокойся. Да не просто высокая. Это уж даже как-то язык не поворачивается. Назвать соотношение смертности один к миллиону просто высокой. Такая смертность будет называться исключающая смертность. Она выкашивает почти всех. Исключающая смертность. Скажите, пожалуйста, а у «Р-стратегичных видов» можно ли ожидать заботу о потомстве? Нет. Да не дай бог о них заботятся. Они же выживать начнут. Это понятно? А если они вдруг начали выживать, что произойдет? То есть это строго. Так что если родители потом когда-то встречают своих детей, как складываются отношения между родителями и детьми? Правильно. Так что представление о том, что все животные обязательно заботятся о своем потомстве, ну, мягко говоря, не соответствует действительности. В самом распространенном варианте никакую заботу о потомстве, конечно же, нет. Да, вопрос. А вероятно такая мутация, что Теревска будет рожать только двух детей в соответствующих размерах? Так, отлично. Попробуем представить себе, что за счет одной мутации получила такую особенность. Что ее ожидает сразу? Допустим, она создала яйцеклетки, в каждую из которых напихала столько веществ, сколько она в норме напихивает в миллион яйцеклеток. Что с Теревской в этом случае? Ну, не разоград. Да нет, не разоград. Объем-то те же самые. Но дело в том, что миллион мелких икримов. Можно распределить равномерно во всех пустотах тела. Отлично. А одну вот такую яйцеклетку. Ага, у нее пережало кровеносные сосуды, у нее блокировано сердце, у нее блокировано желчный проток печени. Ага, ну то есть такая классная жизнь. Мелоразмеры. Хорошо. Теперь, какое благотворение у Теревска? Внешнее или внутреннее? Внешнее. Внешнее. Значит, одно дело, когда мама выбрасывает из себя миллион маленьких икринок. А теперь маме придется выбрасывать из себя вот в такой шар. Чего будет с пузом у мамы? Понятно, что она от жабры до хвостового клубника просто ловнет. Пытаясь отложить единственную такую икринку. Это ясно? А если две маленьких икринки, она будет за нее забавиться? Две маленьких икринки, отлично. Скажите, пожалуйста, на каком этапе развития самая высокая смертность уже в случае возраста? Правильно. А на эмбриональном, ну, смотря у кого. Вот в случае внешнего развития, да, вы правы, конечно, при эмбриогенезе, в икринке ледится. Вот в случае внутриутробного развития эмбриональная высокая, но не самая высокая, а самая высокая какая? Должна быть у любого живого существа. В первые дни, там, недели. Конечно, раннее детство. А это что, вот так жестоко и неправильно устроен окружающий мир? Или в этом есть большой биологический смысл? Что, на самом деле, ранний ребенок, маленький ребенок, по идее, не имеет почти никаких шансов на выживание. Скорее всего, он просто умрет. Ну, вот скажите, пожалуйста, вот признак того, что окружающий мир устроен как-то жестоко, несправедливо, неправильно, или в этом есть биологический смысл. А выживает не сильнейший? Выживает не сильнейший, ребят. Я специально обращал на это внимание ваше. Выживает кто? Тот, кто лучше оттереться. Максимально приспособленный к данному варианту существования. Силы здесь вовсе не причем. Вот просто не причем. То есть это делается только для конкурса? Скажите, пожалуйста, а если выключить этот конкурс, что, собственно, и сделало человечество, ну, точнее, пытается сделать человечество, прошедшее порой? Что начнется? А у нас с вами уже началось. И в Мегаполисах это видно отлично. Об этом не очень любят говорить. Это да. Профессионал-то видит? Давайте смотрим. Мы взяли и выключили детскую смертность. Что произойдет? Скажите, параллельный отмутационный процесс установлен или нет? Остановлен. Правда? Нет. А как вы, интересно, можете остановить мутационный процесс? Нет, ну, нет же отбора никакого. Во-первых, я должен с вами не согласиться и по поводу отбора. А, во-вторых, мутация и отбора – это одно и то же. Но они тут и все. Так, стоп. Вот это уже никуда не годится. Так, понимаете, ручка может дать определение мутации? Мутация – это изменение какого-то гена. Ну, необязательно. Неправильное считывание. Вот. Необязательно неправильное считывание. Мутация – это случайное, здесь важно это дело подчеркнуло, случайное изменение блока наследственной информации. Мутация может касаться одного гена, целой системы генов, или даже всего генома. Есть мутация, которая затрагивает весь геном. То есть, всю совокупность наследственных признаков всего организма. Так, мутационный процесс неостановим в принципе. Потому что одна из его причин – тепловое движение молекул. А вы можете остановить тепловое движение молекул? Да. А кто может его остановить? У нас 270-300. Простите, пожалуйста, это расчетная температура. А практически она достижима? Нет. Она недостижима, извиняюсь. Нет. Угу. Так что мутационный процесс неостановим. Теперь смотрим. Человек, что продолжает накапливать мутацию, в том числе и рецептивную, то, что от рецептивных мутаций затем естественный отбор избавить не может. Это мы с вами говорили. Так, отлично. Значит, а вот естественный отбор в форме ранней детской смертности и вообще детской смертности, мы его заключили. К чему это приводит? Все мутации и хороший хрон. Ну, просто все мутации. Что делают? Понятно. Проявляется множественная мутация. Ну, как? Так, стоп. Для того, чтобы рецептивная мутация проявилась? Нет. Или именно не проявляются? Появляются. 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 Отлично. А самое-то главное. Если у вас высокая детская смертность, в следующее поколение мутантные генотипы, порченные генотипы, передаются или не передаются? Нет. Нет. Почему не передаются? Потому что носитель погибает. А если вы исключили детскую смертность? То передаются. А это значит, что с поколения в поколение перестал работать фильтр на порченную генотипу. А это значит. Ну, давайте. Это один из парадоксов современной концепции здравоохранения. Задача здравоохранения – лечить людей, спасать больных. В первую очередь, детей, конечно. Ну, и всех остальных тоже. Отличные. Взяли мы, вылечили и спасли. В результате, тот, кто без медицины вообще-то бы помер, а значит не размножился, выжил и размножился. И своими самые лучшие гены передал в следующее поколение. В результате, следующее поколение родится более здоровым, чем предки? Нет. Менее здоровым. Это значит, больше больных детей, заболевания тяжелее. Что надо делать с медициной, чтобы спасать? Развивать медицину. Учимся лечить еще более тяжелые заболевания. Спасаем еще более тяжело больных детей. Они выживают и размножаются. Что происходит с детьми в следующее поколение? Естественно, генотип еще более отягощается, потому что еще более патогенная наследственная информация допущена к размножению, оказывается. Что надо делать с медициной? Еще развивать для того, чтобы спасать еще более больных детей. Ура, мы их спасли. Они выжили, стали взрослыми, завели своих детей и передали свои гены в следующее поколение. При этом, обратите внимание, в каких областях земного шара этот процесс пойдет быстрее. В слабо развитых странах, с отвратительной социальной инфраструктурой, без заботы государства о своих гражданах. Или в развитых странах, с отличной инфраструктурой, с суперсовременной наукой. Разумеется. Этот процесс тем ярче проявляется, тем лучше развитую инцину, чем лучше развита социальная инфраструктура, поддержка личности всем обществам, государствам. Не даем умереть. Так, инвалиды полноправные члены общества. Очень гуманная. Ребят, обратите внимание, это очень гуманная, реально очень гуманная тезис. У них есть оборотная сторона. К чему это приводит? К азмофи экологической азотографии. Экологическая азотография здесь ни при чем. Как это скажется на жизненном потенциале биологического вида Homo sapiens? Из поколения в поколение. Будет ухудшаться. Конечно, он снижается. Этот процесс, когда начался психиоз? Позавчера. Десять лет назад. А почему я назвал срок примерно 200 лет? А тогда медицина начинается. Именно так. В Западной Европе, прежде всего в Англии, Франции, Германии, Италии, примерно 200 лет назад медицина выходит на тот уровень, когда реально возникает возможность спасать тяжелобольных. Так, разбираемся с причинами эпидемии, разбираемся с причинами воспалений, возникает микробиологическая концепция заболеваний, становится понятно, как реально лечить. Вот начиная с этого рубежа постепенно смертность начинает падать. И начиная с этого рубежа постепенно, что происходит с рождаемостью в разных странах? Она уличивается. Скажите, пожалуйста, Капитанскую дочку читали? Ага. Ага. Сколько братьев и сестер было у Гринёва? Сколько детей было в семье Гринёвых? Девять. А выжило сколько? Один. Так? Отлично. Вот во времена Пушкина сколько детей в среднем было в семье? Ну, на самом деле, просто столько, сколько женщина могла родить за жизнью. Так? Рожали десять и больше человек, из которых выживало крайне незначительное количество. Это во времена Пушкина, это там не сто тысяч лет назад. Вот в такой ситуации срабатывает или не срабатывает, а отборный путь. Да, срабатывает. Срабатывает вполне. В результате в Европе в течение двух лет селективный блок сначала ослабевает, а потом всё меньше и меньше влияет. Скажите, вот прямо сейчас можно ли видеть трагические последствия такой ситуации? Да. Нет, нельзя. Скажите, какими единицами имеет смысл мерить течение эволюции, скорость эволюции? Каких единицах считаете? Поколениях. Поколениях. Мы с вами относительно негренно размножающее существо. Возраст человеческого поколения такой? Семьдесят восемьдесят. Ну, какой семьдесят восемьдесят? Ну, тридцать. Демократия поколений считается как? Значит, плодовитые особи одного поколения должны смениться плодовитыми особями другого поколения. Двадцать пятьдесят. В городской цивилизации тридцать три-тридцать пять. Так? В догородскую цивилизацию. Ну, под мегаполисом где-то тридцать пять. Срок смены калинии. Двадцать. Да, в районе двадцати, двадцати одного. Так? Ну, и давайте смотреть. Соответственно, с начала девятнадцатого века сколько калинии прошло? Считаем. Считаем, в среднем за эти времена поколения двадцать пять лет. Восемьдесят. Восемьдесят колений. Достаточно? Чтобы внешне проявилось недостаточно. Но что за это время мы нацепляли? Болезнь. Ну, то есть, на самом деле, реально генетический груз. Хиросима, Нагасаки, Покусима и так далее вместе взятые. Так? Слабо соизмеем. С тем, что человечество нацепляло в результате хорошего развития медицины. Проявляться это внешне когда-то? Какие нормальные дети? Через тысячи лет? Два, три, четыре поколения вперед. И обывательств говорят о том, что прилетели страшные маленькие зеленые человечки и всех отравили. Или гады ученые создали суперизлучение, которое всех взуровывало. Или это все в происке. Дальше подставляйте желаемое под список. Евреев, арабов, проклятых москалей, ну и так далее. Берите свое эмоциональное предпочтение и ставьте список. Вот они, виновники того, что дети рождаются, Бог знает какие. Здоровье стало такое, что никуда не годится. Дышать сами не можем. В сортир сами сходить не можем без помощи. И так далее, и так далее. Да? Почему? Потому что обыватель всегда лень разобраться в реальной причине. Ну, для этого физику надо учить какую-то, химию какую-то учить. Теорию вероятности какую-то учить. Учиться решать задачи самому. Ставить и решать. Вот для того, чтобы понять, как развивается реальная жизнь. А в тех же намного проще. Я ничему не учился. Если вокруг все плохо. Значит, где-то есть главный гад, который делает все плохо. Самое главное, найти этого гада и замочить. И тогда всем будет сразу хорошо. Ну, вот оно такое мировоззрение, которое не требует никакого образования, дисциплины мышления. Все очень просто. Найти главного гада и замочить. Ну, ясно, что в реальной ситуации, кого бы вы не замочили, но ровным счетом ничего не поможет. Значит, ну, это что-то тупик. Не, не значит. Последние 50 лет развития биологии направлено на то, чтобы управлять как раз генетическими феноменами. Феноменами наследования, передачи признаков и так далее. Но для этого надо глубочайшим образом изучить. Это сложнейшая система. И не дай бог ошибиться воздействовать на нее. Уже сейчас реально кое-что можно сделать. В течение жизни вашего поколения наверняка найдут способы, просто другие подходы к медицине. Иные. Как спасать людей, как помогать людям выздоравливать. С учетом того, чтобы дети не рождались все более больными. Это все будет реализовано в течение жизни как раз вашего поколения. Реализовано не доброхотами, которые гоняются за главными врагами, а максимально грамотными людьми. Только с этих позиций можно подойти.